Я немножко остановлюсь по поводу Патриота. Значит, важные нюансы. Патриот поставляется из наличности американской армии, и это конкретно учебный комплекс. То есть, во-первых, это не новый. Второе, это комплекс неэкспортной версии. То есть у нас появляется уникальная возможность получить параметры боевого комплекса Патриот, который состоит на вооружении именно американской армии, нежели те комплексы, которые стоят на вооружении экспортной версии, там и не меняются за счет этого. Это создает возможность создания эффективных средств радиоэлектронного подавления. Это очень ценно. Что касается возможности создания шалонервной обороны, то она может создана быть лишь очаговая. На Самс плюс Патриот. Вот они в комплексе могут сделать. У Патриота есть одна особенность. Этот комплекс не способен решать задачи борьбы с беспилотниками, особенно малых классов. Это хорошо было видно в Саудовской Аравии, где этим комплексом были прикрыты нефтезаводы, и все беспилотники, которые пускали хауситы, спокойно прошли и уничтожили эти нефтезаводы. И дорого Патриотам по беспилотникам, даже если... Ну вы знаете, когда решается задача предотвращенного ущерба, то считается не стоимость ракеты и цели, а считается стоимость предотвращенного ущерба и ракеты. По предотвращенному ущербу, конечно, уничтоженный беспилотник стоило даже такой ракетой. И второй нюанс состоит в том, что, насколько известно, у Патриота нижняя граница поражения достаточно высокая зона поражения. То есть для поражения ракет типа «Калибр» американских аналитических «Тамагавков» он не очень подходит. Не очень подходит он для поражения баллистических целей, поскольку по опыту «Буря в пустыне» и более поздней, это несгибаемая свода 2003 года, средний расход на поражение примитивнейшей цели, идущей по баллистической траектории «Скат-Б» расходовалось 4 ракеты Патриота. Поэтому бороться с «Искандерами» он в точности не сможет. Это совершенно четко. Только аэродинамические цели типа самолета, вот то, что его поле деятельности. Весьма ограниченная ценность. Что касается «Патриот», ну, понимаете, одна батарея от 4 до 8 пусковых установок в разных, так сказать, комплектациях. Ну, я не думаю, что это будет 8, но пусть будет 6. Но что такое 6 пусковых установок? Ну, можно прикрыть там, ну, район Киева, ну, где-то вот, где у них правительственный квартал. Можно. Но я думаю, что американцы очень здорово рискуют, потому что «Патриот» — это не чудо-оружие. Эта эффективность «Патриотов», они не предназначены для того, чтобы сбивать беспилотники. И крылатые ракеты они тоже очень плохо сбивают. И саудовский прецедент, когда они сумели перехватить только 25% выпущенных ракет, сам за себя говорит. Поэтому, если американцы считают там 0.6-0.8, это вот вариант модификации ПАК-2, я думаю, что это будет ПАК-2, а не ПАК-3, они просто рискуют имиджево. Если она себя не покажет, то это будет очередной удар по репутации вот этих патриотов. Поэтому, не знаю, это, как говорится, много шума из ничего. Все остальное, правильно, они подметают, видно, уже последнее выметают из своих восточноевропейских союзников, потому что сами они не производят ни 120-мм, ни 152-мм, ни снаряды для танковых пушек в 125 мм. Не знаю, меня лично это абсолютно не впечатляет. Более того, я считаю, что то ли это сознательно делается, то ли они действительно выдыхаются. Поверить, то, что они выдыхаются, конечно, трудно с учетом размеров их экономики, а то, что они начинают придерживать помощь, это, с моей точки зрения, наиболее, так сказать, вероятный вариант. Это все происходит на фоне еще одного важного момента. Решение об увеличении численности российских вооруженных сил до полутора миллионов. И что, внимание, формирование пяти дивизий морской пехоты на базе бригад, это троекратное увеличение численности морской пехоты, двух дополнительных дивизий воздушно-десантных войск, семи мотострелковых дивизий, это все в кратчайшее время. И самое значительное, это то, что было сказано в заявлении министра обороны, что системы оружия, которые должны были поступить на вооружение в 2004-2025 годах, они поступят в 2023 году. Все это говорит о том, что и Китай, и Россия готовятся к крупномасштабному вооруженному противостоянию с очень серьезным противником. Это не Украина. С Украиной то, что мы имеем, вот так с избытком хватает. То есть это однозначно готовность послания Западу сигнала, что вмешиваться Западу в военный конфликт не стоит. Россия уже будет действовать не только сдерживать, ну, по нашей доктрине, по нашей военной доктрине, локальная война – это предел, который мы решаем силами общего назначения. Все, что крупнее, уже переход в грамотно-масштабную войну, мы сдерживаем уже с применением ядерного оружия. Это сигнал к тому, что мы будем и крупномасштабную войну вести силами общего назначения. То есть это уже готовность серьезная. Я хочу напомнить, что вот полуторамиллионная армия при случае полного МОП-развертывания потенциально, по опыту Советского Союза, может быть развернута в трехмиллионную армию. А это уже масштаб Великой Отечественной войны. Надо учитывать, что тогда фронт мог держать, скажем, для удержания фронта такого, как на Украине, требовалось 2-2,5 миллиона человек. Сегодня мы держим этот фронт силами 500 тысяч. Это обусловлено тем, что мощь средств поражения, дальность действия позволяет снизить плотность размещения личного состава, боевой техники, меньше этого требуется техники для удержания одного и того же фронта. Поэтому речь идет о вот именно такого масштаба противостояния. Это надо хорошо понимать. И наш президент посылает сигнал Западу. Вы готовы к такому? Я думаю, что Запад к такому не готов. Товарищ генерал-лейтенант, вы наверняка, как и мы, все внимательно слушали вчера выступление президента и министра обороны. Все-таки важные там и структурные решения были приняты, и вообще принципиальные по развитию вооруженных сил наших речь идет и о увеличении численности до полутора миллионов, создание новых военных округа, формирование огромного количества новых дивизий. То есть это как бы охарактеризовали вообще вот этот вот новый этап? Да, вот для меня это очень значимо, потому что я, в принципе, пережил реформу 2007-2008 года, когда очень многие доказывали министру обороны, начальнику генерального штаба, что вот переход на западную модель, а именно там отказ от дивизионно-полковой структуры и переход на бригадную, он совершенно необоснован, и он не соответствует историческому опыту, историческому построению вооруженных сил России, Советского Союза, сейчас Российской Федерации, потому что, ну, складывались вообще парадоксальные вещи, когда на востоке, там, в полосе, полоса бригады, там, составляла несколько тысяч километров, что вообще, конечно, не подлежит никакому здравому осмыслению. И вот вчера то, что было озвучено министром обороны, это, во-первых, воссоздание московского и ленинградского военных округов, на основе которых в свое время был создан западный военный округ. То есть теперь будет два нормальных округа, потому что, да, московский округ, этот тыловой округ, он всегда был, но это очень символично, потому что это столичный округ, это всегда, ну, он был всегда, поэтому это очень значительно. А потом переход опять на дивизионно-полковую структуру. На базе бригад разворачиваются дивизии, воссоздается, вернее, все общевойсковые и танковые армии, им придается армейская и авиационные дивизии, и армейская авиация. Увеличивается количество вертолетов. На базе бригад морской пехоты разворачиваются дивизии морской пехоты. Это, кстати, очень значительное, скажем так, даже численное увеличение. А у нас были дивизии морской пехоты? Конечно. У нас в Советском Союзе дивизии морской пехоты были, потом их преобразовали в бригады. Сейчас это троекратное увеличение боевого потенциала частей соединения морской пехоты. Теперь, вот для меня очень, хотя это не было расшифровано, но вот было сказано, что в составе общевойсковых объединений в Запорожской и Херсонской областях разворачиваются две дивизии. В составе общевойсковых объединений это в составе общевойсковых армий. Я так это читаю. То есть в Херсонской и в Запорожской областях будут развернуты общевойсковые армии. Плюс армейский корпус в Карелии. Но это, естественно, ответ на вступление, прежде всего, Финляндии в НАТО. Увеличивается потенциал воздушно-десантных войск. Две десантно-штурмовых дивизии разворачиваются. То есть, ну, помимо того, что численность вооруженных сил увеличивается до полутора тысяч человек, миллионов, миллион пятьсот тысяч, что это плюс где-то триста семьдесят тысяч человек, причем около половины будут контрактники, шестьсот девяносто пять тысяч. Это тоже значительное увеличение потенциала. Теперь, конечно, ну, правда, президент сказал, что у нас есть все возможности, потому что нарастить не сколько численный, сколько потенциал в вооружениях, это, конечно, приличная задача для промышленности, потому что вертолетные бригады по 80-100 вертолетов, которые должны придаваться каждому, каждому, каждая общевойсковая и танковая армия, это очень приличное количество, нужно нарастить количество вертолетов. Да, это серьезнейшая реформа, наверное, за все последние годы. Да, да. Как минимум, действительно, с 2008-2007-2008 годов. Раньше, раньше. Это фактически, это вот такая, если говорить о структурных, численных изменениях, это со времен распада Советского Союза, я считаю, что это самое-самое значительное, если оно будет реализовано на сто процентов, наши вооруженные силы, я думаю, они поспорят за перенство с вооруженными силами Соединенных Штатов по боевому потенциалу. Наши вооруженные силы давно уже, если не первые, то точно не вторые. У нас опыта больше. Мы все-таки, в отличие от Соединенных Штатов, мы достаточно много воевали. Но по некоторым вещам, конечно, мы правильно, президент говорил о беспилотниках, мы отстали в 90-х годах, сейчас наверстаем, но я абсолютно уверен, что мы наверстаем. Сегодня начальник нашего генштаба генерал Герасимов привел интересные данные по тому, как мы оцениваем, во-первых, размеры помощи и потери украинской стороны. Мы оцениваем размер помощи, который получила Украина от западных стран, в 100 миллиардов долларов. Это, по существу, больше, чем два с половиной бюджета Российской Федерации, военных бюджетов. С начала спецоперации западные страны поставили в Украине более 350 танков, 700 артсистем и 100 реактивных систем залпового огня, 30 вертолетов, не менее 5000 беспилотников, 1000 боевых машин, не менее 800 бронеавтомобилей, линия фронта 815 километров. Мы поразили 1300 критически важных объектов. авиация уничтожила уже более 11 единиц вооружений Украины, тяжелых вооружений и более 600 украинских военных объектов. То есть, на самом деле, очень серьезная уже нам противостояла сила, и явно, что Запад обеспечил Украине, ну, как минимум, удвоение ее вооруженных сил по сравнению с тем, что было на начало специальной военной операции, а то ведь и утроение, наверное. Ну, именно так и есть, потому что, ну, во-первых, страны Запада, они вычистили все советское вооружение, которое осталось еще на вооружении бывших стран Варшавского договора. Причем, иногда это вооружение было заскладировано, поэтому не столь эффективно, а некоторые, в частности, бронетанковая техника, танки, вертолеты, самолеты, но самолеты пока, так сказать, поставляют, но единичны. Они уже модернизированы по западным стандартам, поэтому это существенно. Кстати, вот, у нас много выражали сомнений, что вот как же так, вот Министерство обороны дает, что уничтожено уже 3,5 тысячи танки и другой бронетанковой техники, в то время как на момент начала специальной военной операции Украины было всего 2100, по-моему. Поэтому все сходится, сегодня помимо начальника генерального штаба Байден называл эти цифры, что поставили 2000 танков и бронемашин. Об этих цифрах мы еще поговорим, потому что именно за этими танками и бронемашинами Зеленский-то и поехал. Поэтому сейчас то, что у них осталось, это осталось где-то порядка 500 танков и боевых машин пехоты, поэтому Зеленский с таким упорством и выпрашивает там Абрамса, на что ему вежливо отвечают, что вы еще не доросли, да, Абрамсов слишком сложны в управлении и в обслуживании. Ну, я думаю, дорастут когда. Ну, дорастут когда-нибудь, конечно. Вместе с американскими, я боюсь, специалистами. Во всяком случае, у нас есть возможности это делать самим, а Украина ходит с протянутой рукой.